Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Жанна Дарова и Юлия. Я главный советник в Народном фронте, также я общественный инспектор. У нас сейчас в студии присутствует наш учитель, эксперт Общероссийского Народного фронта Иван Кабаков, юрист. Вам слово, Иван. Спасибо, Юлия, за представление. Сегодня в рамках курса лекций для общественных инспекторов мы осветим с вами вопросы административно-общественного назора в сфере экологического контроля и государством. В российском экологическом праве остро стоит проблема разработки и осуществления современной концепции общественного экологического контроля. Поднимая вопрос административно-общественного надзора в сфере экологического контроля обязательно следует упомянуть определение экологического права. Что же это такое? Экологическое право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы, охраны и рационального использования природных ресурсов. Объектом экологического права является окружающая среда. К основным источникам экологического права относят нормативные правовые акты, регулирующие экологические отношения. Вот, допустим, нарушение, да? То есть здесь мы что видим? Мы здесь видим то, что происходит фиксация, фотофиксация, даже видеофиксация, с геолокацией, обязательно геолокацией имеющегося участка поверхности земли с наличием уже удостоверившегося инспектора в правонарушительных мерах, которые не принимались той или иной организацией, предприятием, либо государственным органом, фиксируются с помощью фотоаппарата, фотокамеры, мобильного телефона с геолокацией, с функцией геолокации, и идет описание Юлии. Нарушение, да, и ссылка обязательно на закон, это обязательно, потому что мы работаем в рамках закона. Да, и, соответственно, идет ссылка на закон, который нарушен данными мерами. Так, ну вот смотрите. Записывается правонарушение, место, время совершения и события правонарушения. Для того, чтобы в дальнейшем доказать состав правонарушения, нам необходимы эти данные. Да, то есть знать, где это произошло и когда это произошло. Значит, и что конкретно общественный инспектор, вместе работая с государственным инспектором, да, какое правонарушение они определили, какое обнаружили.